В Таджикистане критическая экономическая ситуация. В России создают учреждения для интеграции мигрантов. Жириновский в Таджикистане. Около 2 миллионов жителей Таджикистана живут за чертой бедности, утверждает Всемирный банк в своем последнем исследовании. По мнению экспертов ВБ, основным источником дохода многих жителей были денежные переводы трудовых мигрантов. Пока жилье есть. А патент откуда платить им? Нам вообще-то. Патент 4,2 тысячи, хочешь не хочешь, надо платить. Регистрация каждый месяц, 2 тысячи продлить надо, это тоже деньги. Вследствие наступления экономического кризиса в России, многие мигранты лишились работы в России и были вынуждены вернуться на родину, из-за чего доходы многих домохозяйств в Таджикистане сократились. Однако Киомидин Давладзода, замглавы агентства по статистике при правительстве Таджикистана, считает, что согласно их исследованиям, за чертой бедности находится 27% населения республики. По его словам, столько людей в стране живут на 1,9 доллара в день, сообщает радио ЗАДИ. По информации властей, в текущем году за 10 месяцев, 124 частных предприятия вынужденно прекратили свою деятельность по причине отсутствия спроса на их продукцию. Также 200 тысяч частных предпринимателей прекратили свою деятельность. Корреспондент Хабархо побеседовал с местными жителями на севере страны. Я и мой брат за последние несколько лет ездили на заработки в Россию. Вот уже около двух лет не ездим, потому что были депортированы из России, запасы закончились, начались финансовые затруднения. Ведь у нас большая семья, 10 человек. Работы нет, брат работает в пекарне, получает 40-60 сомани, примерно 4-6 долларов США. Этих денег нам просто не хватает. Аналогичная проблема не только у нас, но и у многих наших соседей. Да, есть работа у нас в городе. Это в кирпичном заводе, в цементзаводе, или же в мини-мелькомбинате. Тут зарплата от 1200 до 1500 сомани, 120-150 долларов в месяц. Но работа физически тяжелая и очень вредная для здоровья. График работы в этих предприятиях 6 дней в неделю по 12 часов в день, рассказал местный житель по имени Мансур. В регионах России и местные власти создут учреждения по интеграции иностранцев. 29 октября глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о создании Центра интеграции мигрантов, пишет российская газета «Известия». Глава региона подчеркнул, что в Пензенской области с мигрантами все спокойно. При этом он сказал, надо контролировать каждого, кто приезжает, даже если его приняли как члена какой-то семьи. На проект интеграции мигрантов существует президентский грант, в связи с чем за последние два года многим общественным организациям удалось реализовать данный проект, получив грант от государства. Так, в Югре гранты предоставили интеграционному центру «Школа мигранта» и женскому клубу «Мы вместе», после чего власти региона объявили о создании общего центра для социально-экономической и культурной адаптации мигрантов. Напомним, что в ноябре 2016 года президент России Владимир Путин призвал вплотную заняться вопросом адаптации мигрантов. Правозащитник и специалист по проблемам трудовых мигрантов в России из ЗАД ОМОН в интервью с корреспондентом Хабархо прокомментировал поступившую информацию следующим образом. Но поймите, опять-таки, вопрос к этим товарищам, которые заявляют о том, что вот они взяли на себя ответственность в создании каких-то центров. Это все вранье. Я уже 10 лет слышу, понимаете? Вот те, кто выделяет гранты, у них есть куча знакомых. Они создают какие-то однодневные НКО или организации, которые получают эти гранты, это десятки миллионов рублей. Организуют что-то у себя и зовут своих. Но я работал в этой организации. В одной организации меня вот пригласили, два раза организовали просто встречу с мигрантом. И десятки миллионов рублей были списаны. И в итоге, после двух встреч, я сказал, так не получится, вы просто грабители. Чеми, чеми, занимайтесь, занимайтесь. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся с официальным визитом в Таджикистане, в очередной раз сделал популистское заявление, пообещав добиться принятия закона об особом статусе граждан Таджикистана на момент временного пребывания в России. Мы бы хотели, чтобы расширялись связи между Россией и Таджикистаном. Председатель ЛДПР добавил, что по возвращению в Москву фракция ЛДПР будет заниматься этим. Может быть, мы добьемся принятия закона об особом статусе жителей Таджикистана во время пребывания в России, чтобы они не чувствовали себя мигрантами и понимали, что Россия – их вторая родина, как это было в СССР. А родина-мать любит всех своих детей, и нет никакой разницы, где они работают, на алюминиевом заводе в Сибири или в Турсун-Заде, заявил Жириновский. Проблем нам, бывшие Советские Республики, создают больше, чем какие-то привилегии, которые можно получить. Напомним, что Жириновский известен многими громкими негативными заявлениями в адрес таджиков, жителей всей Центральной Азии и всех мусульман в общем. Приведем некоторые из них. Таджикистан и Киргизия, у них нет будущего, как у государств. Давайте создадим там 9-й федеральный округ. В Бишкек сажаем Рушайла, полпредом, и это становится новым среднеазиатским федеральным округом Российской Федерации. И мигрант будет получать 50 тысяч, и русский рабочий 50, нам не выгоден он мигрант, он не умеет работать. Он приехал из сельской местности, мы в космос подымались, а они тяпками хлопок обрабатывали. И сегодня мы все его... Сейчас Таджикистан это иностранное государство, и мы не можем туда вмешиваться. У нас только беда от них, наркотики, лишние мигранты, больные, контрабанда. Нам зачем это нужно? Давайте или в наш состав, или закрываем границу. Давайте остановим поезд Душанбе-Москва, прекратим воздушное сообщение. Прекратим все поставки продовольствия из Таджикистана. «Все контакты заморозим на 1-2 месяца», резюмировал Жириновский и на СМИ от 24.05.2010. Как только мы ведем визы, все побегут в Московский Кремль проситься в состав Российской Федерации. Еще именно Жириновский и его фракция неоднократно заявляли о введении визового режима со странами Центральной Азии. «Мы требуем ввести визовый режим со всеми странами Средней Азии и Закавказья. Это наше программное требование», сказал Жириновский в РИА Новости от 13.09.2011. Правозащитник и специалист по проблемам трудовых мигрантов во России из ЗАД ОМОН в интервью с корреспондентом Хабархо прокомментировал поступившую информацию следующим образом. «Всегда заявлял о введении визового режима в Центральной Азии. Но, понимаете, таково свойство политика. Политик быстро меняется, исходя из той ситуации, где он находится, с кем он находится. Так и в визите Жириновского в Таджикистан, в Узбекистан. Я заявлением этим политикам, как Жириновский, никогда не верил. И мы будут уверены, потому что он всего лишь Либер-Партия, он не полномочен реализовать миграционную политику в России. На самом деле миграцией в России занимаются другие люди. И, как мы знаем, вот эти заявления, не обязывающие ничему таких политиков, как Жириновский, надеяться на улучшение положения мигрантов в России, я думаю, было бы, конечно, ошибочно. У кого день рождения был? У кого день рождения был?